дорогие друзья всем здравия тела и ясности ума приветствую всех кто присоединился к данному эфиру и кто будет смотреть этот эфир в записи сегодня у меня такая пилотная трансляция серии выпусков о паразитах об инвазиях то есть о паразитах которые поражают человеческий организм и сегодня мы с вами поговорим об акантомибиазе это протозойное поражение глаз кожных покровов и центральной нервной системы вызываемая свободно движущимися амебами заболевание протекает в форме акантомибного конъюктивита и кератита дерматита или гранулематозного энцефалит осложнениями акантомибиаза могут служить перфорации роговицы образование абсцессов внутренних органов диагноз акантомибиаз устанавливается путем обнаружения амеб и их цист слезной жидкости соскобок с роговицы биоптатах кожи и спинномозговой жидкости поговорим о симптомах акантомибиаз чаще всего протекает в форме акантомибного кератита начальные симптомы глазной инфекции включают покраснение глаз режущий бой в глазах светобоязнь слезы течения затуманенность зрения ощущения инородного тела в глазу в более позднем периоде становится заметным кольцевидное или дисковидное помутнение роговицы чередование обострений и ремиссий при акантомибиазе глаз приводит к увеиту это воспаление сосудистой оболочки глаза увеального тракта это заболевание является частой причиной слабовидения и слепоты то есть около 25 процентов а также приводит к склериту воспалительному состоянию которое обнаруживается по периферии глазного яблока при заболевании весь белок глаза человека краснеет сосуды ярко выделяются а также приводит к ридоциклиту так называется передний увеет воспаление радужной оболочки и целиарного тела глазного яблока к слову предрасполагающим фактором к развитию эридоциклита является многим знакомый ревматизм а точнее ревматизм является следствием паразитарного заражения а также как образованию гипопиона скоплению гноя в передней камере глазного яблока который в силу тяжести спускается вниз в радужно-роговичный угол и образует здесь характерную желтоватую полоску полуулонной формы с верхней горизонтальной границей у меня трансляция идет одновременно на а также и в но картинки доступны где у меня настроена специальная программа поэтому если нужно посмотреть иллюстрации то можно это сделать а также трансляция будет доступна на сайте азиабиофармком и также и описание этой трансляции то есть текст транскрибированный в большинстве случаев акантомебиаз протекает в форме акантомебного кератита и акантомебного поражения кожи что на картинке вы тоже можете видеть акантомебный кератит часто возникает у людей внимание использующих контактную коррекцию зрения то есть линзы реже диагностируется акантомебной гранулематозный энцефалит в мире на самом деле зарегистрировано достаточно мало случаев акантомебиаза протекающего с поражением центральной нервной системы выживаемость при данной форме составляет примерно 2-3 процента по статистике вторая форма проявления заражения это акантомебиаз кожи может возникать первично то есть самостоятельно или вторично вследствие изначального поражения центральной нервной системы первичное акантомебное поражение кожи происходит при попадании воды загрязненной цистами амеб на открытые рамки кожного покрова или слизистых оболочек при этом на коже лица груди спины конечности образуются одиночные или множественные узелки паповые или пятна серо-черного цвета достигающие в диаметре ну от 0 5 до 3 сантиметров в дальнейшем эти элементы трансформируются в язвы кожи покрытые с трупом при длительном течении возможно формирование акантомебных абсцессов мышц лимфоузлов печени легких и других внутренних органов вторичные акантомебиаз кожи обусловлен диссиминация акантомеб из первичного очага ну для справки диссиминация или обсеменение распространение возбудителя инфекции или раковых клеток из основного очага по кровеносным лимфатическим путям собственно по всему организму поражение центральной нервной системы при акантомебиазе вызывает развитие гранулематозного акантомебного энцефалита это редкая патология повторюсь редкая патология обычно возникает при гематогенном заносе акантомеб в головной мозг из первичных очагов амебное поражение может затрагивать вещество мозга сосудистую или паутинную оболочку базальной ганглии при нормальной резистентности организма развивается гранулематозное воспаление при сниженной некротический процесс инкубационный период при акантомебном поражении мозга длится внимание от нескольких недель до месяца или даже лет начальный период акантомебиаза характеризуется непостоянным субфибрилитетом с сонливостью головными болями и судорогами но для тех кто не знает что такое субфибрилитет это постоянное повышение температуры тела в пределах от 37 1 до 38 градусов цельсия отмечаемой длительно от двух недель до нескольких месяцев или даже лет прогрессирование акантомебиаза центральной нервной системы приводит к развитию комы и в конечном итоге к летальном исходу давайте немножко поговорим о возбудителе там картинка тоже в ю тубе есть там такие веселые амебы нарисованы в разных состояниях сам акантомебиаз это протозооз вызываемые патогенными амебами роба рода акантомеба протозооза это инфекции вызываемые паразитическими простейшими простейшие вызывают у человека дома а также домашних промысловых животных тяжелой болезни известно около 50 видов простейших вызывающих болезни у человека среди свободно живущих патогенных амеб рода акантомеба опасность для человека представляет 6 видов это хатчели вызывает поражение глаз палестинезис астрониксис вызывает поражение центральной нервной системы полифаго гилберт сони и костелл они вызывают различные поражения но в том числе кожи в процессе жизненного цикла амебы рода акантомеба проходит вегетативную стадию то есть трофозаид и стадию цисты акантомебы это аэробные организмы живущие в почве стоячей пресной воде природных и искусственных водоемов особенно загрязненных сбросами сточных вод кроме этого одноклеточные простейшие прекрасно обитают в водопроводной воде канализации и воде из труб отопления увеличение популяции акантомеб способствует температуру воды выше 28 градусов цельсия присутствие в ней различных органических веществ в том числе и кала в случае снижения окружающей температуры или высыхания водоема маленькие акантомебушки инцистируются то есть превращаются цисты состояние цисты паразиты прекрасно переносят колебания температуры и кислотности то есть ph воздействия антисептиков а также разных всяких дезинфицирующих агентов дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний не излечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание при акантомебном поражении кожи и глаз прогноз для жизни благоприятный однако антокомебиаз головного мозга в подавляющем случае заканчивается как уже было сказано летально ну в случае стандартного лечения теми препаратами которыми современная медицина пытается что-то лечить профилактика антомебного каротита заключается в соблюдении правил использования и ухода за контактными линзами в первую очередь и хранение только в специальных стерильных растворах обработки контейнеров для линз периодической инсталляции в глаза бактерицидных срез сульфацил натрия там и так далее необходимости извлечения контактных линз на время купания посещения бани и сауна ну и разумеется мытья под душем предупредить акантомебиаз кожи и центральной нервной системы позволяет соблюдение правил личной гигиены ограничение контакта загрязненными водоемами являющимися местами обитания этих наших прекрасных акантомем теперь давайте поговорим о лечении современная ортодоксальная медицина использует сильнодействующие антибиотики кортикостероиды и противогрибковые химически синтезированные разумеется препараты список побочных эффектов у которых длиннее списка положительных действий у врачевателей древности не было химических заводов не торчала нефтяная труба на заднем дворе тем не менее они с успехом излечивали большинство заболеваний в отличие от современной медицины основная задача которой регулирование численности двуновых особей на планете ну а способы я думаю вам прекрасно знакомы при помощи которых они это делают излечиться от заболевания это значит убрать причинность а не симптомы заболевания сделать это можно и разумеется растительными препаратами без причинения вреда другим системам жизнеобеспечения организм и так сегодня я расскажу о растениях и их применении которые проявляют антипаразитарную активность непосредственно против акантамиубы и так первое растение это витекс трифолия витексов вообще достаточно большое количество существует в данном случае активность проявляет именно вид прутняк трехлистный активность проявляет бизенбергия ратунда или бизенбергия круглая а также саланум негром это послен черный который прекрасно растет на территории евро ну на большей части европейской территории схема лечения и методики приготовления препаратов прутняк трехлистный в составе ну в данном случае в составе там препарат тот который у меня есть это вот так вот выглядит вот такой вот но можно и просто в интернете найти например прутняк трехлистный и купить его три с половиной грамма порошка вы употребляете если в инкапсулированный вот в такой форме тот препарат который у меня есть это капсула 0 35 грамма 350 миллиграмм это 10 капсул на один прием 3 раза в день за 20 минут до еды курсом 30 дней второй препарат бизенбергия круглая применяется после еды если в инкапсулированной форме то вот в такой а также можно использовать и порошок можно использовать и свежие корешки если конечно в вашем регионе их купить можно а парижки порошочек то я думаю можно заказать где-то каждый найдет если ему потребно так вот бизенбергия круглая в составе препарата которым я сказал крочай плюс по 5 капсул три раза в день через 20 минут после еды курсом 30 дней кстати сейчас я скажу сколько это в граммах получится для тех кто будет употреблять порошок так это у нас 200 миллиграмм значит получается на 1 грамм порошка да и теперь самое основное в течение всего курса терапии а это 30 дней строго придерживаться питания только растительной пищи термически не обработанные то есть не надо кормить наших паразитов они очень любят сахар они очень любят крахмальчик они очень любят мучное мясное и все такое прочее поэтому вот травки туда ну и заодно оздоровитесь и по другим аспектам тоже и в те салатики которые вы делаете хорошо добавлять еще и имбирем кстати тоже противопаразитарное свойство проявляет правда не против акантомёба но тем не менее чужо оно лишним не будет теперь следующий момент первые 14 дней терапии необходимо делать компрессы на глаза из настойки корня паслёна но если корня паслёна не найдете тогда нужно взять тело растения то есть стебли и листья и удвоить дозировку того что вы запариваете в термосе для приготовления настоя так вот для приготовления настоя необходимо в термосе запарить крутым кипятком 10 граммов корня паслёна черного на 100 миллилитров кипятка или 20 граммов тела растения на 100 миллилитров кипятка необходимо хранить этот настой вдалеке от детей и всех предупредить чтобы ни в коем случае они не вздумали это выпить это яд компрессы на глаза делать два раза в день при помощи ватных дисков на 7 минут утром и вечером в течение только первых семи дней и маленькие прекрасные симпатичные омёбки и помрут да кстати весьма не плохим дополнением годанной терапии будет употребление томбергии лавролизной посток поскольку нужно будет выводить мертвых животных наружу и продукты клеточного распада там будет проходить внутри организма не очень веселые процессы всю эту дрянь нужно из себя вывести по поводу профилактики пару слов при окантомебном поражении кожи и глаз как я уже говорил прогноз то благоприятное однако окантомебиаз головного мозга в подавляющем большинстве случаев заканчивается ящиком деревянным профилактика окантомебного кератита заключается в соблюдении правил использования ухода как я уже сказал за контактными линзами поэтому кто контактные линзы используете будете очень внимательны и вот я сегодня рассказал о простых вещах эти вещи можно раздобыть это не настолько сложно и корешки можно купить если сложности есть с тем чтобы заказать препарат а лучше все это записать в книжку я буду рассказывать о других паразитах а их на самом деле больше 60 но клопов мы постельных рассматривать не будем а начнем с самых таких которые у нас вызывают различные неприятные заболевания в том числе опорно-двигательного аппарата потому что достаточно часто люди жалуются на боли в суставах и совершенно никак не подозревают о том что причинность этих болей в суставах и заболевания опорно-двигательного аппарата и не только их заключается именно в том что внутри человека находятся определенные виды паразитов причем эти паразиты могут жить там себя особо-то и не проявляя очень часто лучшие друзья этих паразитов посток поскольку они же тоже живые им нужно писать и какить и вот они внутри нас живут писают какие-то вот на их экскрементах начинает расти плесень то есть грибковые поражения начинают происходить поэтому очень часто случается так что если есть паразиты есть и грибковые поражения безусловно не далее чем как сегодня как раз позвонил с хабаровском с дальнего востока не помню точно откуда на наш знакомый наш друг который нас смотрит также на youtube канале и рассказала о том что она у нее четвертая стадия уже рака легких а началось все с того что она открыла банку в которой аспергила дымящая выросла в большом количестве она вдохнула в себя вот эту черную плесень когда решила так сказать капусту или какой-то там продукт который в банке сохранялся ну решила она его в общем плесенью убрать и покушать дальше сэкономить вот экономика привела собственно к тому что четвертая стадия и уже с кровью и все такое прочее ну тоже кстати можно помочь человеку разными способами вопрос в том что очень часто онкология возникает именно на основе того что в человеке есть поражение грибковой и в первую очередь конечно это аспергила об этом написано много но почему-то врачи об этом не говорят ну гораздо выгоднее по всей видимости дождаться пока начнется онкология и дальше уже это очень экономически им целесообразно заниматься человеком с онкологическим заболеванием поэтому мне себя очень хорошо и комфортно чувствует финансовом смысле конечно за 7 дорогие друзья если есть какие-то вопросы вы всегда их можете задать по вау плюс семь четыре девять девять шестьсот тридцать восемь тридцать один восемьдесят четыре также на сайте азиабиофарм и кстати поэтому же на сайте азиабиофарм да вы можете записаться на консультацию если она вам необходима вдруг какой-то вопрос возник по этому или по другому заболеванию а также там я буду выкладывать статьи именно на сайте в блоге посвященные именно паразит если у вас есть срочный вопрос именно по какой-то конкретной паразитарной инфекции вы пожалуйста напишите я просто в ближайшее время сделаю именно ту передачу о которой вы попросите потому что список у меня длинные там их штук 60 с лишним разных всяких и проведены в течение последнего месяца углубленные исследования относительно того какие именно травы и с какой интенсивностью воздействовать на те или иные виды паразитов поэтому если кому-то надо побыстрее пишите кому-то может быть апистархоз кому-то трихомониоз кому-то еще что-то за сим дорогие друзья я разумеется всех вас обнимаю всех вас целую не болейте будьте здравы телом ясны умом до новых встреч в эфире пока здравие тело и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание